Обычный будний день. Жители дома номер 23, находящегося по улице Коммунистическая, возвращались с работы домой. Неожиданно для себя обнаружили, что на первом этаже, под лестницей, на месте, где жильцы третьего подъезда обычно ставили велосипеды и детские коляски, теперь установлена железная перегородка и смонтирована дверь. Как позже выяснилось, это дело рук сотрудников коммунальной службы. Коммунальная компания объяснила нам, что они там установят раковину, унитаз, для того, чтобы техничка могла пользоваться водой, мыть подъезды со всего дома. Именно наш подъезд выбрали. Ну и вот будут вешать там тряпки. Однако жителям подъезда такая инициатива коммунальщиков не пришлась по нраву. Но мы это против, потому что это все сделано без нашего ведома. Никого не спросили, начали строить. Но у нас тут жильцы, у всех есть дети, ну не у всех, у многих. Они ставят здесь коляски, велосипеды, а сейчас им ставить некуда. Жители подъезда собрали подписи о том, что они против служебного помещения, которое смонтировали под лестницей в подъезде. Аргументов на этот счет у жителей достаточно. Рассказывают, что у них уже был такой опыт. Именно под лестницей установлена единственная батарея. Если ее огородить, то зимой в подъезде будет холодно и на входной двери будет образовываться наледь. Ну а летом жильцам просто негде ставить детские коляски и велосипеды. Вот потому они выступают с альтернативным предложением. Не согласен за то, что здесь приварили бандышку сварили и коляску тоже некуда ставить. Места нету. Хотя у них в подвале мест много, там и освещение, и комната, и все есть, и вода бежит. Могли бы, конечно, туда сделать. В жилищно-эксплуатационном управлении нам пояснили, что монтаж таких помещений для уборщиц активно ведется на территории нашего города. Сотрудники ЖЭУ в каждом доме выбирают один подъезд, где с минимальными затратами можно оборудовать служебное помещение. В случае с 23-м домом таким подъездом стал третий. Но собственникам жилья такая идея не понравилась. И представители ЖЭУ решили пойти навстречу, пообещав демонтировать помещение и расположить его в подвале дома. Хочу сказать, что с 1 июля 2013 года в тариф по содержанию жилого фонда включена уборка мест общего пользования, это лисичные клетки. И это тоже в 9-этажках мы уже моем полы, это в 5-этажных домах. Для обеспечения работников уборщиц рабочими местами у нас в подъездах предусмотрено помещение для этих уборщиц. Мы оборудуем места для забора и слива воды, устанавливаем сантехнические приборы в этих помещениях и подводим трубопроводы водоснабжения канализации. Но, к сожалению, не все жители согласны с этим, не все собственники согласны с тем, что мы устраиваем такие места под лисичными клетками. Поэтому, в частности, коммунистическая 23. Поэтому это место рабочее будет демонтировано и уборщицы будут располагаться в подвале жилого дома. И, казалось бы, инцидент исчерпан. Пожалуй, недовольный останется только уборщица, которой теперь придется ходить за водой через улицу в подвал, что довольно неудобно, особенно зимой. Игорь Соколов, Александр Полищук. Новости нашего города.